Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события. Главное за неделю расскажут мои коллеги и я, Виктория Шаре. Коротко об основных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре после ремонта вновь открылся музей Владимира Высоцкого, как привозили в порядок помещения и экспонаты. Самарские школы присоединились ко всероссийской акции «Письмо солдату». Учащиеся выразили поддержку военнослужащим с помощью рисунков и писем. В Самарской области сняли ограничения, связанные с нахождением несовершеннолетних в торговых центрах по количеству посещающих культурные учреждения, фитнес-клубы, ЗАГСа и бани. Такое решение приняли на областном оперштабе по распространению коронавирусной инфекции, в котором принял участие губернатор Дмитрий Азаров. Какие еще решения были приняты, расскажем в нашем сюжете. Число заболевших коронавирусом в регионе за минувшую неделю снизилось более чем вдвое. Об этом рассказали на областном оперштабе по борьбе с COVID-19, в котором принял участие губернатор Дмитрий Азаров. Меньше стали болеть ОРВИ и вне больничной пневмонии, причем во всех возрастных группах. Устойчивую тенденцию мы фиксируем по снижению заболеваемости, но это, конечно, не означает, что нам не нужно на регулярной основе рассматривать вопросы борьбы с распространением инфекции, готовить к системе здравоохранения. По словам министра здравоохранения Армена Беняна, в стационарах лечится 2647 человек. Свободный коечный фонд сейчас составляет чуть менее 50%. Это позволит перевести в штатный режим еще тысячу коек. Регион обеспечен лекарствами на много месяцев. С 15 марта больничные листы больше нельзя будет оформить дистанционно. В регионе с начала действия этой меры было открыто более 13 тысяч листов нетрудоспособности. Теперь больничные будут выписывать после очного осмотра врачом или при вызове на дом. Мы начинаем, возобновляем диспансеризацию профилактических осмотров. На оперативном штабе было принято решение смягчить ограничительные меры. С сегодняшнего дня отменили обязательный перевод определенного числа сотрудников на удаленку. Самоизоляция для непривитых жителей региона в возрасте старше 60 лет больше не носит обязательный характер. Также в Самарской области сняли ограничения по количеству посещающих культурные учреждения, спортивные объекты и фитнес-клубы, ЗАГСы, организации торговли и бани. Несовершеннолетние смогут свободно приходить в торговые центры, театры и кинотеатры, развлекательные учреждения. Предъявлять QR-коды больше не нужно. При этом по-прежнему нужно носить маски и соблюдать санитарные требования. Хорошо, коллеги. Тогда принимаем решение. Я попросил, чтобы было оформлено это сегодня на концерт. Несмотря на уменьшение числа заболевших, количество тяжелых пациентов остается на том же уровне. Чаще всего это люди старше 65 лет, которые не прошли вакцинацию, а заболев длительно не обращались за медпомощью. Министр здравоохранения Самарской области напомнил, что вакцинацию необходимо продолжать. Прозвучало предложение провести в муниципалитетах единую неделю вакцинации, организовав пункты там, где можно разместить достаточное количество мобильных прививочных бригад. Виктория Шарая, События. Тенденция к увеличению. В прошлом году в Самаре на свет появились 11 105 новорожденных. Численность детского населения Самары выросла более чем на 5%. Для помощи многодетным семьям и поддержки отдельной категории граждан городской департамент опеки и попечительства продолжит реализацию пяти муниципальных программ. Об этом сообщили на еженедельном совещании в мэрии при главе города. Какие еще обсудили вопросы, расскажет Ольга Павлова. Исходя из переписи населения, которая прошла в 2021 году, на сегодняшний день городской округ Самары насчитывает 1 миллион 250 тысяч человек. 82% из этого числа взрослые и порядка 18% дети. В прошлом году в столице региона зарегистрировали 11 105 актов рождения, сообщили представители профильного ведомства на еженедельном совещании при главе города. Из них в 150 семьях родились двойны и 300 детей, и в одной семье трое на трое детей. Число третьих и последующих родов остается стабильным и имеет тенденцию к увеличению. Для решения задач по поддержке отдельной категории граждан и многодетных семей городской департамент опеки и попечительства продолжит реализацию значимых муниципальных программ, а также работу в рамках нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение». На сегодняшний день департамент оказывает 69 мер социальной поддержки населению Самары в их числе обеспечения доступной среды для маломобильных групп населения и деятельность волонтерского штаба «Мы вместе», который продолжает свою работу в 2022 году. В 2021 году было предоставлено 221 выплата отдельным категориям граждан на улучшение своих жилищных условий. В 2022 году планируется предоставить 293 социальные выплаты на улучшение жилищных условий жителям городского округа Самары. Обсудили на совещании при главе города и оперативную обстановку за прошедшую неделю. Только за 7 дней от отравления угарным газом пострадали 8 человек, в их числе трое детей, жители как частных, так и многоквартирных домов. К счастью, обошлось без серьезных последствий для здоровья. Чаще всего главной причиной отравления становится отсутствие вентиляционной тяги и плотно закрытые пластиковые окна. Самарцам вновь напоминают, угарный газ очень токсичен, при этом не имеет ни цвета, ни запаха. Первые признаки интоксикации – головокружение и слабая головная боль в лобной доле. Часто появляются нарушения слуха и зрения. Человеку сложно сфокусировать взгляд на каком-либо предмете. Чтобы избежать трагедии при малейших признаках отравления, необходимо срочно вызвать скорую помощь. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. Мотивация причем не только рублем. С начала марта по указу президента работники IT-отрасли получают дополнительные меры поддержки. Так для них снижается процент по ипотечному кредитованию. На какие еще бонусы могут рассчитывать компьютерные гении в Самаре, расскажет Мария Левина. Евгений Захарченко в IT-сфере трудится 12 лет. Говорит, работа с удобным графиком, а самое главное – никогда не приходится скучать. Перед ним всегда стоят интересные задачи. Пару лет назад Евгений взял квартиру в ипотеку. Спустя год часть кредита удалось погасить благодаря региональной поддержке. Конечно, помогло всем. Тем более в первые годы, когда высокий процент по ипотеке, то там довольно-таки хорошая компенсация получилась. Стабильность, интересная работа. Одна из мер мотивации для IT-специалистов в Самарской области – программа предоставления компенсации расходов в размере 50% от уплаченных процентов по ипотечному кредиту. Она реализуется в регионе с пандемийного 2020 года. Денежная выплата предоставляется ежегодно в течение трех лет. Договор ипотечного кредитования должен быть заключен не ранее 1 января 2019 года. Воспользоваться поддержкой могут специалисты в возрасте до 35 лет со стажем работы в Самарской IT-компании не менее полугода. Для получения выплаты специалист должен предоставить пакет документов Самарской областной, фонд жилья и ипотеки. Программа позволяет оставаться нашим сотрудникам на территории Самарской области и не покидать наши регионы. Это самая главная функция на самом деле. Они чувствуют заботу, внимание со стороны региональных властей в первую очередь. Половину банковской ставки, уплаченной по ипотечному кредиту, выплачивает работодатель сотрудника, половину споседирует за счет бюджета правительства Самарской области. Это в первую очередь является инструментом мотивации для Самарской IT-компании, которое позволит ему держать специалисты. В начале марта президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки работников IT-отрасли. Одна из них – снижение процентной ставки по ипотеке до 5% в год. Основная цель этих мер – создание благоприятных условий для перспективных работников сферы информационных технологий. Меры реализуются в рамках региональной программы «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Мария Левина, Николай Епифанов. События. Один из самых страшных снов автолюбителей – не обнаружить с утра свой автомобиль там, где его оставил вечером. Угонщики похищают машины по разным причинам – с целью перепродажи, для разбора на запчасти или чтобы просто покататься. Как сохранить свое имущество, расскажет Максим Магомедов. Разбитое окно и замкнутый замок зажигания уже не в тренде. Угонщики давно вышли на новый уровень. Для того, чтобы похитить чужую машину, они используют специальное электронное оборудование. В зоне особого риска – авто с бесключевым доступом, который позволяет владельцу попасть в машину, не нажимая кнопок на брелоке. Умная система считывает наличие ключа в радиусе метра и открывает двери. Такие машины угоняют с парковок торговых центров. Способ похищения называется «удочка». На нее ловят того, кто клюнет. Злоумышленники работают в паре. Когда владелец паркует авто и уходит по своим делам, один из угонщиков следует за ним со специальным устройством. Оно ретранслирует сигнал от ключа. Второй в это время ждет возле машины с приемником. Автомобиль считает, что ключ находится рядом и открывает двери, после чего угонщик уезжает. Такой способ угона не привлекает внимания и быстро реализуем. Чаще всего с помощью удочки угоняют японские и корейские иномарки. Чтобы избежать потери авто, специалисты советуют подбирать сигнализацию под конкретную модель машины. Не стоит устанавливать дешевые или слишком популярные охранные системы. Если на авто уже установлена старая сигнализация, лучше заменить ее на современную и выбирать варианты с обратной связью. Не лишним будет оборудовать автомобиль GPS-маячком. На самом деле защитить автомобиль от угона ни одна сигнализация не способна. То есть, чтобы защитить эффективно, нужно устанавливать противоугонный комплекс. Обязательно какая-то система дополнительная, которая будет понимать, что пришел именно хозяин, а не угонщик с вашим ключом. То есть, это дополнительная система авторизации, либо метка, либо ввод пин-кода на штатных кнопках, либо еще как-то. Обязательно несколько блокировок двигателя, в том числе в подкапотном пространстве. Как говорят эксперты, угнать можно любой автомобиль. Вопрос лишь в том, сколько времени на это придется потратить. Для эффективного противостояния угонщику можно установить дополнительные замки в двери и капот. Одна из самых простых и дешевых мер защиты от угона – замок на рулевой вал. Это металлический штырь, который не позволяет провернуть рулевое колесо. Посоветовал бы оставлять автомобили на освещенных участках местности. Желательно, чтобы рядом были какие-либо камеры наружного видеонаблюдения. Ну и не оставлять документы в салоне автомобиля. В Самаре чаще всего угоняют автомобили отечественного производства с парковок и неосвещенных дворов жилых домов. Цели у преступников разные. Некоторые сдают машину в металлолом, другие разбирают на запчасти. Бывает, что и подростки берут авто, чтобы покататься. В последнее время в Самаре число угонов сократилось в 2,5 раза. Это связано с тем, что правоохранителям удалось задержать преступную группу, промышлявшую кражами авто. Они охотились на автомобиле премиальных марок японского производства. Максим Магомедов, Григорий Плешаков, Максим Гусев. События. В Самаре после ремонта вновь открылся музей Владимира Высоцкого. Спасать его пришлось после прорыва трубы. За два месяца помещение отремонтировали, а экспонатом вернули первоначальный вид. Продолжит тему Ольга Хомракулова. Этот порог как машина времени. Переступив его, оказываешься в 1967 году. Из бобиных магнитофонов звучат бардовские песни, а на фото Владимир Высоцкий, поющий на сцене Куйбышевского дворца спорта. Такое путешествие в эпоху оттепель снова стало возможно благодаря открытию после ремонта музея Владимира Высоцкого. В конце декабря в здании лопнули трубы. Под угрозой исчезновения оказались порядка ста уникальных фотоматериалов. Пострадала и жемчужина коллекции, инструмент, на котором играл Владимир Семенович. На призыв о помощи моментально откликнулись городские власти, расположенная по соседству Самарская газета и представители региональной общественной палаты. За два месяца помещение отремонтировали, а экспонатам вернули первоначальный вид. Вот гитара, на которой играл Высоцкий, которая была покороблена так вот. Здесь было все отслойно, от пары, от горячего. Ее установили. Вот гитаремастер ее сделал. На полу, как вы видите, ламинат. Практически, как я говорю, технические подробности. Двесной потолок. Ребята помогали нам без фотографии. Именно так, как должно быть. Мы, конечно же, не могли остаться равнодушными. И, можно сказать, с благословения главы города Елены Владимировны Лапушкиной мы взялись своими силами восстанавливать. Самая, наверное, ответственная работа и важная была, это именно по восстановлению экспозиции музея. Мы все старались, как могли, поддерживали. Здесь прозвучавшие слова благодарности в адрес Елены Лапушкиной я, как представитель нашей общественной палаты региона, полностью поддерживаю. Потому что получается, что юбилейный для ГМК 62 год, 60 лет мы в этом году отмечаем. Несмотря на то, что произошло, мы смогли консолидироваться. И то, что у нас снова появился такой замечательный музей, который сюда привлекает большое количество гостей нашей столицы, это, конечно, должно было случиться. Ольга Хомракулова, Николай Епифанов. События. 17-летний житель Сергеевского района нашел сумку, которую потеряли инкассаторы. Недолго думая, парень вернул находку в ближайший отдел полиции. Подробности истории в нашем сюжете. 17-летний Матвей с гордостью рассматривает часы. Похвастаться такими может далеко не каждый подросток. Ценный подарок и почетную грамоту вручил ему лично начальник ГО МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Александр Винников. Запроявлено активную гражданскую позицию. Содействие органов внутренних дел, выполнение возложенных на них оперативных служебных задач награжден. Почетной грамотой Главного управления МВД России по Самарской области и ценным подарком Туркин Матвей Денисович. Возвращаясь из колледжа, Матвей нашел на улице холщовую сумку с железной скобой. Она была опломбирована. И сверху на прикрепленной бумаге значилась сумма 40 тысяч рублей. Матвей понял, сумку потеряли инкассаторы, и отнес находку в ближайший отдел полиции. В ходе работы полицейские установили, что имущество действительно было утеряно сотрудниками инкассаторской службы и вернули ее работникам. Я рассказал всем. Некоторые даже посмеялись. Некоторые спросили, почему он не забрал себе. Я подумал, что, во-первых, было больше проблем у того, кто ее потерял, а во-вторых, не хотелось и мне проблем. Никакого подвига я не вижу. Потому что это не мое. И я должен это вернуть хозяеву. Матвей учится на первом курсе, увлекается компьютерным программированием, помогает по хозяйству бабушке. Говорит, ей-то первой и покажет наградные часы. Ну и, конечно, друзья. Виктория Шарая, События. Самарские школы присоединились к всероссийской акции «Письмо солдату». Учащиеся первых и вторых классов выражают поддержку военнослужащим с помощью рисунков, а ребята постарше пишут письма, которые потом передадут в самые разные военные части страны. Как акция прошла в 64-й школе, увидела наша съемочная группа. Марина Липаева, учитель 2-го класса 64-й школы, обсуждает со своими воспитанниками, какой рисунок может вдохновить и порадовать солдата российской армии. Они стали участниками акции «Письмо солдату», которое проходит во время урока патриотического воспитания. После обсуждения дети увлеченно рисуют свои открытки для военнослужащих. И сегодня ребята в своих рисунках, им это очень нравится, потому что, ну, они чувствуют уже свою силу, что они тоже что-то могут. И сегодня свои слова признательности и благодарности они могут выразить через рисунок. Но на рисунке, конечно, то, ради чего русские солдаты служат своей отчизне. Он почувствует, что все в городе хорошо, ему это будет очень приятно. Я сегодня написал такое солнышко, радугу, такое озеро, город, что он строится. Рисунки – творение рук учеников 1-го и 2-го класса, а третиклассники и те, кто постарше, пишут письма. В них они выражают поддержку тем, кто сейчас проходит службу в рядах российской армии и защищает свою страну. В своем письме я написала о том, что по-настоящему ценю их труд, то, что они делают для нас. После того, как все письма написаны, их собирают и отправляют в Министерство обороны, откуда распределяют по воинским частям. Но некоторые ребята забирают письма с собой, чтобы отправить их своим родственникам или знакомым. Каждому человеку важно знать, что его ждут, в него верят, его поддерживают. И мы очень надеемся, что все детские письма, детские рисунки обязательно найдут своего адресата. Во всероссийской акции «Письмо солдату» принимают участие ученики всех самарских школ. Андрей Горгуленко, Василий Калдашов. События. История о великом человеке, который объединил и крестил Киевскую Русь. В Самаре прошла премьера спектакля «Князь Владимир. Самарская страница» с участием артистов балета Ильзы Лиепа и романа Андрейкина и воспитанников детского музыкального театра «Задумка». Именно в Самаре постановка получила новую жизнь. Насколько это важно для юных артистов, расскажет Светлана Кудрявцева. Драма, современная хореография, классическая музыка и академическая живопись на сцене Самарского театра оперы и балета премьера спектакля «Князь Владимир. Самарская страница». В 2018 году постановка шла на сцене Большого театра в Москве. И тогда в ней задействовали коллективы из трех городов – Самары, Екатеринбурга и Керчи. Но в этом году спектакль обрел новую жизнь. Наряду с именитыми звездами балета, народной артисткой Ильзы Лиепа и лауреатом премии «Золотая маска» Романом Андрейкиным танцуют воспитанники Самарского детского музыкального театра «Задумка». Найти такой коллектив, который бы смог справиться со всем объемом спектакля, потому что вы видите, какой он сложный и актерский, и пластический, и эмоционально. Надо было поискать. И мы сочли, что «Задумка» – это один из тех уникальных коллективов, который с этим может справиться. И мы очень рады, что спектакль собрался в одних руках. И он обрел свою новую жизнь, конечно, благодаря и президентскому гранту, благодаря и поддержке губернатора Дмитрия Чазарова. В прошлом году театр «Задумка» и Самарская региональная социально-патриотическая общественная организация «Губерния» стали обладателями гранта президентского фонда культурных инициатив. Благодаря этому удалось создать творческую коллаборацию, а юные воспитанники «Задумки» получили возможность пройти серьезную школу. И режиссер, и балетмейстер, и артисты на сцене Ильза Марисона-Лиепа, и Рома Андрейкин, они же выкладываются по полной программе, они работают профессионально. Естественно, наши дети стараются соответствовать. Работа с такими высокими профессионалами и для наших детей, и для наших хореографов, конечно, это очень важно. И, конечно, для нас это определенная ступенька, на которую мы поднимаемся. В спектакле задействовано около ста детей разного возраста, в основном подростки. Мурашки по коже, с самого начала спектакля и до конца все на одном дыхании, особенно на финале. Стоишь и прям чувствуешь всю эту мощь, эта музыка, эта хореография, и все это нас очень сильно впечатляет. Мы очень рады, что именно нам такая честь доставлена танцевать этот спектакль. И очень этому рады, и стараемся делать его отлично. В течение года коллектив покажет 12 спектаклей на сцене Театра оперы и балета бесплатно для 20 тысяч школьников. Увидеть постановку «Князь Владимир Самарская страница» смогут не только зрители в зале, но и жители всего региона. Запись спектакля будет доступна в социальных сетях администрации Самары. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Порядка 75 тысяч российских туристов вернулись на родину. Из-за закрытия воздушных границ путешественники столкнулись со сложностями. Но российские власти делают все возможное, чтобы как можно быстрее вывезти отдыхающих из-за границы. Запущены вывозные рейсы. Что делать тем, чей отдых вопреки планам затянулся, выяснила Мария Левина. На сегодняшний день из-за рубежа вывезли порядка 75 тысяч российских туристов. Это около 80% от общего количества путешественников, которые столкнулись со сложностями по возвращении на родину. Российские власти сделают все возможное, чтобы туристы как можно быстрее ступили на родную землю. Только за последние сутки в Россию вернулись полторы тысячи человек. Проще работать с путешественниками, которые купили готовые туристические пакеты. По словам представителей Ростуризма, большинство из них находятся в Египте, Турции, а также Эмиратах, Доминикане, Вьетнаме и Таиланде. Те, кто полетел с туроператорами, им, конечно, беспокоиться не нужно, потому что у туроператора есть обязательства, и они всех вывезут. При том, что большинство полностью отдыхает свой отдых, и только после этого их уже вернут. Турфирмы вывозят клиентов на специальных чартерах, а самостоятельные путешественники могут воспользоваться стыковочными рейсами через третьи страны. Сейчас это Турция, Эмираты, Армения, Казахстан, Азербайджан, Катар. К примеру, из стран Карибского бассейна, таких как Доминикана, можно вернуться домой с пересадкой в Эмиратах, из Азии через Казахстан, из Европы с пересадкой в Стамбуле, а из Скандинавии поездом через Хельсинки. При перелете с пересадками важно помнить также о том, что во многих странах все еще действуют коронавирусные ограничения. Аэрофлот организует специальные рейсы из Коломбо, Шри-Ланка, Хургады и Шарленшейха, Египет, для возвращения российских туристов, находящихся за рубежом. К перевозке принимаются граждане России, имеющие билеты этой авиакомпании туда и обратно с использованным полетным сегментом из РФ. Воспользоваться бронированием на специальные рейсы можно только один раз. Заявленное, но не использованное бронирование перевозки будет аннулировано, и возврат по нему будет недоступен. Работа по организации специальных рейсов для возвращения пассажиров аэрофлота в Российской Федерации продолжается. О каждом из них авиакомпания сообщает дополнительно. Сейчас главной задачей является и для нас, и для государства вывести, помочь максимально вывести большее количество туристов. Если у туристов, которые отправились в поездку самостоятельно, возникли сложности, они могут получить консультацию в специальном приложении, созданном Министерством иностранных дел России. Его можно скачать на телефон. Министерство иностранных дел заинтересовано в том, чтобы все туристы смогли обеспечить безопасное возвращение на Российскую Федерацию. Поэтому сейчас уже производится работа, и устанавливаются наиболее безопасные маршруты и пути для такого движения. Приложение позволит сотрудникам МИД составить списки россиян, которым нужна помощь при возвращении домой. Есть и другие варианты получения поддержки. Можно позвонить на горячую линию МИД по телефону, указанному на экране. Или отправить письмо со своими данными на адрес, указанный на экране. В МИД заявляют, никто из российских туристов не останется без поддержки и помощи. На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самаргиз, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok